В целях недопущения конфликтов в семье и понимания взаимоотношений между членами семьи, а также изменения некоторых негативных взглядов в обществе, в течение года были отобраны по два района Нарынско-Ичуйских областей. На этот раз был организован заключительный семинар. Также на выезде встречались, заглядываются наши тоже сотрудники программы, которые отвечают именно за административную часть, чтобы операционно имплемент было осуществлено. Один из самых основных направлений и поставленных задач программы является протестировать, какие пути, какие конкретные направления смогут дать быстрый результат именно на уровне как индивидуальном, на уровне семьи, так и на уровне сообществ и национальном. Когда мы говорим именно про вопрос борьбы, насилия по отношению женщин и девочек. Как говорят супруги Давран Асраров и Муниса Алибаева, жизнь в селе Виноград на Алмедунском районе Чуйской области, получившей образование по системе ГАЛСА, коренным образом изменилась. Теперь они вместе воплощают свои мечты в жизнь, достигая счастливой семьи. «Когда я проходил обучение, мои друзья и коллеги не понимали меня, шутили и смеялись. Потом мы вместе с моей супругой провели и для них обучение. И, конечно же, сразу поменялось их мнение. ГАЛС учит, как правильно относиться друг к другу и к детям тоже». «Тренинг мне понравился с первых дней. Был к нему большой интерес. ГАЛС дал мне большие возможности открыться, говорить свое мнение, знать свои права. Сейчас у нас полное взаимопонимание». Также в данном проекте участвовали и жители села Васильевка. Здесь в основном проживают этнические кыргызы, переехавшие из Таджикистана и Узбекистана. По словам главы Айадук Мэты, у них в селе часто регистрируются ранние браки. Семейное насилие, а данный проект помогает людям знать свои права и возможности. «У нас в селе в основном проживают этнические кыргызы. У них свой взгляд на жизнь и свой менталитет. Эта программа изменила их мировоззрение, ведь у нас часто происходят ранние браки и семейное насилие. Все эти мероприятия для предотвращения этих случаев». Кроме этого, обучение по методу ГАЛС поддерживает и координирует Министерство труда, социального обеспечения и миграции. «95% насилия происходит в отношении женщин, 30% – дети, 71% – люди пожилого возраста. И наша задача – поддержать такие программы, которые помогают искоренить любое жестокое обращение, любое насилие. Цель – изменить мировоззрение общества». «Напомним, что счастливые образцовые семьи, участвовавшие в учебном семинарии, обменялись своим опытом. В течение года в этих регионах было организовано около 50 учебных семинаров и мероприятий, направленных на искоренение сложившихся в обществе негативных стереотипов». Рахат Батрибекова, Джумаба Исман Алиев, СТВ, Сыкульская область. «Кутурладат бұл, ченімдерді өзгіртсек бұл оғы.